всем привет друзья я наконец-таки спустился в сокские штольни а посмотрите темно ничего не видно вот здесь собака сюда дальше какой-то тоже лаз лаз проходят и он углубляется на сотни километров обвал мы видим ух я прям прям вообще ну как где летучие мыши фонарик уже плохо видно хотя я взял отцовский он прям мощный ну для пещеры и этот маловат вот еще какой-то какой-то лаз жеглов бобкова пошли дальше так вот такой вот спуск вот он сейчас я фонариком подсвечиваю и туда наверх а я шел по вот этим камням а я не допер что такой вот так а как же мне с сумкой быть а сейчас я ее поставлю фонарик застегнул и мы пойдем углубимся вглубь ну пещера настолько насколько это возможно так что там с фонариком так ну пошли дальше ого так правило безопасности вот тут вот видны предупреждение здесь первый раз так и не ходи один два а я один фонарик взял к сожалению ну да это понятно это ясно вот это тоже важно впишись журнал вот есть вот этот журнал а даже ручка есть отлично сейчас мы впишемся и углубимся в пещеры так координаты пишу значит ну как бы правило безопасности я с другой стороны просто автограф так все его шеев шеев как очень числа 1 сюда 1 ноября пена 0 а одиннадцатая тысячи двадцатая ручку оста эх свистнули бы ну ладно оставляем мы ручку кто блять эту сумку потерял все пашки дальше надо потом не забыть расписаться что мы вышли вот еще какая-то памятка блин никак этой горной пародии не привыкну ну-ка надеюсь поярче видно нет обама овраг овраг написано написано враг ясно блин никак дорога конечно то еще вот туда лас и туда лас пойдем прямо да какие штольни блин ничего так не видно ни хрена так можно только дорогу освещать ну да вот эта стрелочка зеленая на выход она ведет блин я все никак к котовским фонарям не привыкну блин ну в видео конечно получается ничего не видно ни хрена угу угу запоминай так да вот правило так называемого золотого сечения идти прямо чтобы не заблудиться ну а вообще конечно эти штольни просто вообще ух так ну давайте сфокусируемся ну видите нацисты какой-то даже нацистский символ видно видно так слушайте ну это жалко что ничего ни хрена не видно путем блин ну уж извини как снимаю так как камера захватила так она и захватила камера ну ну ка вот так вот вот так пойдем с дальним блин сколько здесь вот шпалы шпалы надо подойти поближе так так вот шпал кусок шпал ух еще еще но выход вон он да виниться завалы 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 дальше есть спуск так супер ну ка так еще рыбка да действительно лучше не надо соваться без без проводника но я я здесь здесь камера жалко не берет путем к сожалению ну хорошо хоть догадался взять отцовский фонарик так дальше еще спуск интересно конечно все это интересно но ни хрена не видно вот потолок я думал это это между прочим самый мощный фонарик а них ну ни хрена камера не берет конечно тьма тьма и все выход а выход берет выход вон там да завалы одни дальше ух без 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 проводника действительно лучше здесь не суваться не суваться спала какие-то дальше идут идут там дальше доски кстати мне предупреждали что карать не надо быть вот так путь то хоть хочется с ними а камера блин ну камера для этого не предназначена конечно это мы так ходим бродим ну интересно вот столбец какой-то столбец и еще какой-то столбец яркость надо было вкрутить конечно а вон оттуда мы пришли да еще так так здесь пройти можно можно дальше и получается дальше там завал да или нет или еще можно дальше пройти да дальше есть путь но или нет нет получается да это надо уходить либо влево либо вправо но мы мы не пойдем дальше наверное есть ладно поверну назад поверну назад и да без проводника лучше конечно не соваться это мы такие важные сталкеры ну вот давайте подсвечим чуть-чуть да все равно нихрена них нихрена ничего не видно вон еще туристы идут все камера были сейчас пообщаемся может смешно вообще конечно эти вон закрытая штольня получается да охренеть его да вы это все не увидите к сожалению это просто вообще ориентации есть я вкупе стал углубляться сейчас пообщаемся с местным контингентом стрелка стрелка а стрелка а стрелка а трех Здрасте. Здрасте. Первый раз вы? Вы нет. Проходи. Так. И опять мы сейчас распишемся в книгу. Что я вышел и заодно мы посмотрим, я туда уж углубляться не стал конечно, но посмотрим, значит схема что ли, насколько это видно, насколько камера захватит, форточка, кресло моего объекта, ага, вот вход, значит, вход и получается здесь можно было бродить и бродить конечно же. Ну мы так, мы по поверхности и то нам ни хрена ничего не видно. И даже я мощный фонарик взял отсутствие и все равно хрен тут тьма тьмущая конечно. Но я рад что мы побывали. я спустился. Так, да, это надо расписаться, только там МЧС, кто-то еще будет на меня волноваться. так, щас, 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 вот здесь вот мы распишемся, но у них хрена даже если отцовский фонарик не берет, я даже не знаю, так, что возьмем вот здесь, так, щас, надо надувать шанска, так, вы, вышел, вышел, да, вышел Денис Кривошеев, вышел, дальше я не стал угребляться, здесь, да, здесь с этим фонариком хрен чего, это самое, я думал мощный, но хрен там, там чё за, за светишь конечно, ну вот, тем не менее, побродил, по этим штольням, чуть-чуть, чуть-чуть самую малость, да, не дошел, ну-ка, надпись, запишись, не будь, эгоистом записался, уже даже выписался из этой книги, блин, вышел, нет, конечно, ну давайте тут полазим, чё у нас здесь есть, опля, видно, не, ни хрена, ни хрена, жаль, жаль, сейчас мы будем подыматься, будем подыматься, так, ну уже вот, уже, уже чуть, а люди ушли, люди ушли туда, спустились, я не стал этого делать, довольно мрачновато, ну и жутковато, естественно, но, тем не менее, вот так вот по поверхности, если, то, конечно, можно побродить, так, давайте-ка я вам подъемчик покажу, значит, чё получается, вот так вот у нас мы идем, так, 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 в аналик сумка перевесивает, как всегда, перевешивает сумка, сейчас, сейчас выберемся, так, вот уже, уже, выход, уже, так, надо упереться, вообще, ботиночки классные, ага, значит, слева надо заходить, вот мы, вот мы и выбрались, почти, и, почти, через камни, опля, 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 а, оп, о, тихо, 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 опля, ай, о, 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 о! фонарик отключу выбрались первый раз в этих штольнях а там еще на километры пути вот такой вот здесь вас не в принципе забрался спуститься можно но дальше жутковато честно мне и мрачновато мышей не видел ночных и как там летучих да но все равно так давайте еще пока сумку я сюда положу ну да и смазалась ладно так вот я вам хочу показать то значит вот этот обелиск вот тут вот даже тропа сюда есть на самом деле такой как бы своеобразный памятник аккуратно скорби дело в том что в 1999 году вот тут вот забрались значит ефимцев андрей ефим сама елена куца и вина резничкова светлана забрались 1 мая 1999 года и обратно дальше не могу подойти к сожалению и обратно они больше не выбрались но и те кто принимал участие в поиске их ершов дмитрий маков александр мечельков павел тоже погибли 3 мая 99 года так что всем небесная слушайте но классно но классная так и думал что я не углублюсь в эти пещеры но тем не менее все таки по поверхности по поверхности пещер штолен это все таки надо брать фонарик помощни но тут от русский он самый мощный и даже он там не берет это конечно что-то с чем-то эти штольня но видео на этом не заканчивается сейчас пойдем еще кое-что мы мы посмотрим еще кое-что еще один у вас но вот распускаться не будем просто посмотрим на него вообще эти здесь сущие пустяки от остановки но проблема в том что муниципальные маршруты 78 79 довольно своеобразное у них расписание ну и не смотря на то что я лично шел по железной дороге здесь почему-то экскурсионные да и просто любые поезда не ходят хотя железка железная дорога в отличном состоянии ну по крайней мере один путь то уж точно вон он собственно говоря виднеется железка здесь тропа там дальше еще какие-то углубления все мы обязательно я думаю что посмотрим конечно же ну слушайте а я удивлен главное отцовский фонарик на даче вперед сейчас мы посмотрим просто вид на поселок Уссок да я все время его с Усскинелем путаю вот и тут вот какая-то херня херня я так понимаю что тоже можно как-то как-то спуститься вот она ведет прям возможно здесь типа была железнодорожная станция да но ее законсервировали ну точно не могу предположить но в общем тоже довольно интересное место ну а мы идем дальше идем дальше еще один лаз вот а потом мы сюда я думаю что мы вернемся возможно мы не будем спускаться нет главное нет главное не берет фонарик отцовский а я до сих пор в неком шоке нахожусь идем дальше мы по поверхности да к сожалению ну почему к сожалению мы были там мы главное в этих штольнях были еще один лаз ну не лаз а такая как бы что ли как сказать система вентиляции непосредственно самих тоннелей и вот это правильно здесь расположена в усть кинели ой усть кинели высокие конечно же ведь все время путаю одно с другим усть кинели намного дальше так камни камни пыл в этих тут кстати я и поднимался довольно крутой подъем вот еще один лаз лаз вот он там дальше на километры уходит система вентиляции вот это видно хорошо ну чего пойдем теперь в обратном порядке а нет это просто как бы вентиляция пещер самыми а нет вход только там да многие тут типа мечтают тяп тяп изнутри про профигачивать блин довольно такой небольшой но крутой обрыв давайте здесь посмотрим что тоже какой то камни все завалено к сожалению ну если уж вернемся к теме фонари если уж отцовский фонарик не нормально то камера не работает в пещерах то я даже я даже не знаю что покупать нахрен целую электростанцию туда провода хреначить еще камни вот такой вот овраг интересный не забываем что мы на красноглинском районе да это здесь территориальные споры ведутся это значит к чему поселок Учисок принадлежит к красноглинскому району городскому Самары либо же к Волжскому району области да в штольнях не хватает света как в прямом смысле солнечного так конечно и это самое ну сейчас мы спустимся на ту станцию заброшенную настолько насколько это возможно и безопасно и поглазеем что там законсервированная ШД станция надо же да возможно это что то другое а вот так вот вот он вход в пещеру идешь идешь а когда обратно идешь я аж чуть-чуть чуть-чуть испугался думал что выход перепутал я даже не углублялся туда туда дальше это вообще страшное дело действительно уходить поэтому и не стал тоже довольно крутой крутой здесь крутая тропинка но чуть чуть лучше чем там где я вам дырку показывал в горе в горе так ну совсем здесь опля оп ж д ж д ж д родное ж д гости пути железнодорожные так а тут мне как спускаться то полустанок тихо тихо поплыли мои ноги этого не допускать нельзя оп оп все отлично спустился спустился а что-то мне даже уже надоело эти пещеры на железнодорожную тематику тянет вот такая вот интересная речка виднеется типа вот так вот провода здесь наверное раньше семафора были ну вообще можно в принципе так да автостанции красная глинка по путям и шастать но я чуть этого делать не буду там все выйдут через поселок нам же интересно все таки что там за за хрень вот это вот что это за такое знаете ощущение это действительно напоминает заброшенную что 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 это не я а помните там где надо было искать этот этот самый как же его оазис точно да так вов 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 нам этого не надо вот вот интересно что за что это за хренатинь а интересно ну ка сейчас вот вот поднимемся так еще надо сообразить как безопасно к ней относительно безопасно конечно подпуститься но думаю что здесь ага да там это мешает здесь стенка там дальше возможно тоже вход в пещеры кстати но я так думаю что масштаб конечно такой что может даже целую станцию за консервировали ну бля ах тихо 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 вот с этой стороны лата мы посмотрим все к сожалению все запечатали да ну тут вот ну а мы идем дальше да конечно вид не знаю что здесь было какой-то какой-то бункер возможно хранилище блин опять я сумку взял ну сейчас мы сейчас мы ловко спрыгнем о ловко 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 вот вот так да оценим еще с этой стороны вот такой вот лаз да но мы там были и по итогу все ну может быть какие-нибудь тайные лазы есть проводники этих мест знают конечно но так как я здесь первый раз это мне довольно тяжело это дается усть кинель усть кинель 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 это еще получается да